Рынок электроинструментов Рынок электроинструментов Сейчас всё примерно объём, сейчас где-то по оценке аналитиков уже подбирается плавно к миллиарду Да, цифры примерно такие. Если говорить о дореформенном периоде, это начало 90-х годов, то я буду говорить лучше в штуках, чтобы тенденции были правильно понять. В штуках баксов? Нет, в штуках натуры. Дело в том, что были всякие периоды, были инфляции, были гиперинфляции, поэтому оценивать тяжело было тогда в рублях. Поэтому мы, начиная с начала 90-х годов, ведем статистику в штуках. В штуках чего? Штуках единиц. Единица любой производимой продукции, которая может быть названа электроинструментом. Электроинструментом, да. А можно, прежде чем мы начнем, просегментировать этот рынок? Что мы имеем в виду под электроинструментами, какие сегменты? Электроинструмент относится к средствам малой механизации, которые применяются как в быту, так и профессионалами в стройке, в садовых, на дачных участках, на садовых участках. То есть, все от бытовой электродрели до заводских... Да, до суперсложных перфораторов, до суперсложных газонокосилок, бензиновых, вернее, с электроприводом. То есть, весь механизированный инструмент, который оснащен электроприводом, относится к электроинструменту. Хорошо. И давайте все-таки по штукам тогда посмотрим динамику. По штукам. Значит, в начале 90-х годов, это 91-92-93 год, емкость рынка оценивалась до 2 миллионов штук, 1,8 млн. 2. Значит, 92-98 год был плавный рост рынка. Значит, в итоге где-то до 3,5-4 млн. до 98-го года вырос объем рынка. И в 98-м году, после известного кризиса, значит, был резкий провал в течение первой половины 99-го года, и когда начали подниматься отечественные производители. То есть, этот провал был выгоден отечественным производителям? Очень выгоден. То есть, практически, как и в других отраслях бизнеса? Да. Значит, я, в частности, могу сказать, что мы активно работаем с Ижевским механическим заводом, и в 98-м году, когда мы пришли туда, завод выпускал всего 45 тысяч штук. Сегодня завод выпускает порядка 400 тысяч штук. То есть, 10-кратный практически рост за 8 лет. Да, но этого предела они достигли за 3 года. То есть, резкий подъем был, значит, и многие наши заводы в тот момент поднялись. Но, к сожалению... И уже потолка своего достигли на сегодняшний момент. Могут ли они развиваться дальше? Это отдельный вопрос. Пока не видно, как они будут развиваться, потому что в стране все еще видят, к сожалению. Хорошо, но в общих чертах понятно. Мы поговорим еще отдельно о судьбе заводов. Насколько вы, Александр, согласны с такой оценкой рынка? Не совсем понятно, на самом деле. То есть, понятно, почему считается в штуках, непонятно, почему не посчитали в долларах. Ну, на самом деле, я бы все-таки сразу обозначил четкий водораздел. То есть, на самом деле, при всем разнообразии электроинструмента, нужно четко выделять такое понятие, как ручной электроинструмент. И, в общем-то, вся наша последующая дискуссия, наверное, будет идти вокруг ручного электроинструмента, потому что остальные какие-то... Нет, не совсем согласен. То есть, к электроинструменту можно отнести еще ряд механизмов электрических, таких, как профессиональные бурильные машины, которые тоже относятся к классу электроинструмента, которые выпускают фирмы, традиционно производящие электроинструменты. Вы имеете в виду алмазные бурильные? Алмазные, да. Ну, окей, в нашей классификации мы все-таки их чуть-чуть рассматриваем отдельно, потому что это достаточно специфическое оборудование, другие каналы дистрибуются. В общем-то, грубо говоря, другой бизнес совершенно. Поэтому все-таки я буду говорить о ручном электроинструменте. И да, у нас есть как бы данные по рынку в штуках, но, в общем-то, мы больше, конечно, оперируем такими понятиями, как доллар и евро. Соответственно, вот та оценка электроинструмента, которая перед этим давалась, озвучила, да, мы, в общем-то, согласны. Единственное, что всегда нужно оговорить, в каких ценах он рассматривается. То есть мы, допустим, больше оперируем так называемыми ценами на уровне дилеров, продажи дилеров. Я так понимаю, что... Так называемые отпускные цены. Ну, вообще-то нужно рассматривать розничные цены, потому что это цена близкой потребителю реальная. Потому что цены дилера никто не понимает. Вы приезжаете в магазин покупать «Мерседес», и вы покупаете его по той цене, которую вам продают, а не дилерскую цену. С точки зрения анализа рынка... Это, знаете, может быть разница только в случае, если дилерская маржа... 25% розничная цена и оптовая в среднем отличаются. Общая картина рынка же примерно оптовая цена и розничная цена... 25% розничная цена. ...они примерно соответствуют картине. Другое дело, если, конечно, дилерская маржа очень сильно с 25% падает до 1-2%, тогда уже картина становится... Бывает, бывает. В некоторых отраслях бывает. Ну, я продолжаю, соответственно, тему. Соответственно, мы считаем, что вот есть профессиональный электроинструмент и есть бытовой электроинструмент. И вот здесь, конечно, хотелось бы использовать эту возможность, пообщаться с моим коллегой. Все-таки, я так понимаю, что темпы роста вот этих вот двух направлений, профессиональный электроинструмент и так называемый бытовой инструмент... А за счет чего тогда рынок больше развивается? За счет профессионального или бытового? Вот интересно обсудить. В общем-то, по нашим данным, сейчас нынешнее соотношение, опять же, объем рынка в долларах, в евро, не в штуках, соотношение профессионального к бытовому, где-то порядка 55 профессиональный, 45 бытовой. По темпам роста все-таки мы, наверное, оцениваем, что быстрее, наверное, растет сигнал бытового. А в денежном выражении? В денежном выражении. Я еще раз оперирую в основном в денежном выражении. В денежном выражении бытовой растет больше, чем? Согласен. Я не изначально согласен с изначальными цифрами, я просто могу оперировать цифрами общей емкости роста мирового производства. На сегодняшний день, по 2005 году, вот мы только закончили исследование, так как мы являемся еще членами ассоциации Европейской, и нас поддерживает информационной базой. Значит, примерно оценивается емкость в 200 миллионов штук. Я почему про штуки? 200 миллионов штук. Мировой рынок. И, соответственно, если мы участвовали три года в заседаниях и ассоциациях, мы четко видели тенденции. Значит, рынок DIY, любительского инструмента, сейчас растет бурными темпами. Тут противоречий не возникает. Нет, по нашим оценкам, сегодня 30 на 80. Почему? 30 профессиональный, 80 бытовой. Да, да. Вы хотите сказать, что... 20 на 80, извините. 20 на 80, да. 30 на 80, это уже точно. 30 на 70, извиняюсь. Вас подмозит ваша техническая база. Почему? Ну, потому что 30 плюс 80, это 110 процентов. Ну, понятно. Куда 10 процентов? Извиняюсь, ошибся, да. Ничего. А вы считаете, что у Хитачи нет собственных исследований, да? Или что они никуда не верят? Я считаю, что есть. Но я думаю, что по России глубоко исследований, в общем-то, никто не производил. Я, кстати, получил недавно, купил исследования, которые производили РБК. И исследования были с точностью, ошибка с точностью на 100 процентов. То есть, нам дали анализ рынка. Полностью согласен. По 2004 году на уровне 5 миллионов штук, а реально было 10,8. Поэтому исследования действительно у всех своих. И как вы считаете, чем это вызвало? Дело в том, что не объективностью полученной информации, значит, не профессиональными источниками. То есть, это просто не прозрачен просто. Да, да. Ну, хорошо. Давайте отдельно. Я поспешно уйду с этой темы, с вашим взором. Тем не менее. Давайте к вашим противоречиям вернемся. Итак, 70 на 30, 55 на 40. В денежном выражении примерно... В денежном, абсолютно. Я говорю в денежном. Хорошо. Мы просто на разных языках. Язык, как говорите. Ну, да. Тут Александр, видимо, ближе японский, да. Продолжим. Окей. Значит, окей, это по разделу на профессиональный и профессиональный, бытовой так называемый. И по темпам роста, соответственно, мы тоже сходимся в одном с моим коллегами, то, что все-таки сейчас темпы роста бытового инструмента, они, в общем-то, существенно выше, чем профессиональный. И здесь, как бы, нам... Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что вот это разделение на профессиональные инструменты бытовые, оно в какой-то мере достаточно условное. Потому что есть, как бы, часть продвинутого клиента, павтология, часть продвинутого частника, который покупает достаточно... Полупрофессиональные инструменты, граничивающиеся профессиональные? Да, да, абсолютно точно, в каком-то низком ценовом сегменте. И в то же время есть ряд, скажем так, компаний, ну, я так понимаю, не самых крупных, которые, строительные компании, которые покупают электроинструменты для бытового пользования, которые вот буквально сделали проект, выбросили его. Вот примерно вот такое. Еще вопрос, Александр. Значит, Сергей упомянул, в общем-то, это достаточно очевидно, 98-й год, как некая такая точка водораздела, когда российские производители появили, получили шанс вырваться вперед. Действительно ли это так, насколько западные компании, восточные компании, скажем так, зарубежные компании, потеряли свое преимущество, которое они, в общем-то, наверное, имели в 90-х годах, если не имея своей предстоятельностью здесь, то хотя бы завозя инструмент. Насколько сейчас российские производители доминируют или не доминируют на рынке? Каково их место на рынке? Значит, опять же, замечательная возможность определиться, правильные ли это данные, неправильные. Вот по нашим представлениям мы считаем, что доля отечественного производителя на рынке электроинструмента, мы берем в общем и профессиональный, и непрофессиональный, ну, где-то порядка 20, опять же, мы говорим в деньгах, не в штуках, это порядка 20%. И в штуках тоже. И в штуках тоже. То есть, согласны. Да, мы... Непонятно, что вы спорили вначале, видимо, просто вам понадобился я, чтобы с теми на руке не договориться. Да, ну, просто... У них своя методика, у нас своя методика. Ну, порядка сходимся, что доля российского производителя на 20%. Да, да. Сильные западные бренды, типа хитачи, ну, западные, условно, сильные зарубежные бренды, не считая сейчас мелких китайских производителей? Ну, вы понимаете, этот вопрос достаточно сложный. Если сказать, кто сильный, значит, сильных 5 игроков на рынке. Первый – это Bosch, который выпустил в этом году 27 миллионов 600 тысяч. Второе место – Blackie Decker, который 26,5 миллионов выпустил. Третье место – уже китайская фирма TTI. Это крупнейшая фирма, сегодня третья фирма в мире, которая владеет... Ну, хотя бы стало мелких производителей китайских. А мелких производителей в Китае, как бы, сегодня... И нету. Да, сегодня есть китайский завод, который... Третье TTI? TTI, да, это компания, которая более того, что купила западные бренды, купила бренд AIG. Это крупнейшая фирма была в мире. И четвертый, пятый быстро, потому что... Четвертый, пятый – Makita, значит, потом идет китайская фирма... Извиняюсь, забыл. И дальше уже можно оценивать, как бренд-производитель. Трудно сказать... А это мы будем оценивать после выпуска новостей. Вернемся в студию через несколько минут и продолжим наш разговор об электроинструменте. Оставайтесь с нами. Продолжим нашу беседу о рынке электроинструментов. Сергей, простите, что прервал. Итак, вы назвали четырех лидеров рынка, на самом деле. Пятого забыли назвать. А, позитек. Китачи не прозвучало, да? Позитек, нет. Почему? Я и говорю в штуках. Ну, потому что, может быть, мы ошибаемся, но по отчету Европейской ассоциации, которой я как бы ей доверяю, то по их примерно данным, что хитачи, ну, не совсем. Может быть, дело в том, что, может быть, как-то они взяли еще какой-то гидравлический инструмент. Ну, то есть, может быть, весь инструмент, потому что они делают очень много гидравлики. Мы сейчас говорим о постановке сил на российском рынке или на мировом? На мировом. А на российском? На российском рынке хитачи мне... Нет, я вообще сейчас хотел бы всех лидеров услышать российского рынка. На российском рынке, ну, Макита лидирует сегодня в штуках. Если говорить, опять-таки, в штуках, то сегодня интерскоп. Второе место Макита. В рублях, ну, в долларах, то я думаю, что Макита первая, Бош, может быть, второй. Вот, наверное, в рублях мы третьи, дальше идет Блэк и Деккер и так далее, и так далее. Согласны с тобой? Ну, не совсем. Вы же сами подтвердили то, что отечественные производители, они занимают всего 20% долей рынка. Соответственно, я так понимаю, Интерскол не единственная компания, которая уходит в число отечественных производителей. Соответственно, доля Интерскола в общем обороте... 15% в общем обороте российского рынка всего. Из 20% рынка всего 15% Интерскола из российских производителей. 5% все остальные. Тогда большая уровень. Тогда согласен. Тогда согласен. Ну, окей, если брать рынок в целом... В штуках, я имею в виду, в штуках. Да, электроинструмента и профессионального, да. Еще раз, мы обычно все-таки, как бизнесманы, все-таки меряем успех деньгами. Если говорить о деньгах, то получается следующая картина, что я согласен, да, что первое место Макита, второе Бош, третье мы говорим, что, опять же, по электроинструменту профессионального назначения это Хилти, и где-то вот уже четвертое место, это Хитач, это наши буквально недавние, самые последние успехи. Это то, что я могу... Я рад поздравить вас с вашими успехами, но тем не менее вернемся к отечественному производителю. Изменится ли это соотношение в более, скажем так, оптимальное для российских производителей? Я думаю, что нет. Тенденции последнего года, 2004-2005 года, идут к тому, что российские производители, основные российские производители, два завода закрылась, полностью не выпускают. Это какие? Это Конаковский завод электроинструмента, в этом году Пермская приборостроительная компания в два раза уменьшила объемы по отношению к тому году. Саратовский завод, то есть и все остальные, кто помалу выпускал, они потихонечку проседают. И перспектив больших, то, что заводы поднимутся... А вы не вкладываетесь в строительство новых заводов? Мы построили новый завод практически с нуля. Где? В Быково. Это единственный завод, насколько я понимаю. У нас еще в Латвии завод, да, уговкился. Правильно ли я понимаю, что, скажем, с крушением Советского Союза большинство заводов вообще осталось за территорией России? По электроинструменту крупные заводы остались за территорией. В основном это Латвия. А выход из этой ситуации готовы ли иностранные производители вкладывать в российское производство, я имею в виду в свое производство здесь, скажем так? Ну, разговоров очень много идет, но, тем не менее, допустим, Бош, АЭГ, Макита нынешние строят заводы в Румынии, в Венгрии и в Чехии. В России пока не идут. Стоит ли мне задавать вопрос, с чем это связано? Я думаю, что нет. То есть просто с нестабильностью российского рынка, без всяких гарантий. Согласны вы? Да, абсолютно. Вот позицию хитачи бы хотелось услышать. Где находится основное производство хитачи? Основное производство находится у нас в Японии. Более того, мы выделяем четко в отдельную группу, в наше направление перфоратор отбойные молотки. Это как бы группа инструментов, которая в наибольшей мере подвержена нагрузкам, износу. Соответственно, мы четко заявляем, что 100% нашего инструмента производится в Японии. Причем независимо этот инструмент поставляется в Россию, Америку, Азию и так далее. А делают ли это ваши продукции менее конкурентоспособные? Вы знаете, что касается перфораторов, отбойных молотков, здесь потребитель готов платить достаточно серьезные деньги взамен, получая технику, которая будет работать на протяжении достаточно долгого времени. Что касается других направлений, скажем, углошлифовальной машины или шуруповерта, здесь мы более гибко подходим. И здесь нужно говорить о том, что мы все-таки проводим некую сегментацию рынка. То есть, допустим, есть у нас производство, допустим, шуруповерта, возьмем к примеру. Топовая модель производится в Японии. Дальше идет некий средний уровень, линия мастер, это уже идет, может быть, производство Ирландии, Малайзии и так далее. И, допустим, самый низший ценовой сегмент, то есть там, где мы уже рассчитываем на то, что этот инструмент будут покупать, и люди, которые имеют отдаленное отношение к повседневному использованию, то есть для бытового предназначения здесь как бы уже идет производство Китая. Вы хотите сказать, что китайцы лидируют именно в лоу-сегменте? Да, абсолютно. Те компании, которые... То есть лоу-прайс. Да. Многие китайские заводы, но, тем не менее, сейчас китайские заводы достаточно хорошо поднялись и в качестве, и... Эта тенденция на самом деле характерна не только для электроинструментов, действительно характерна ли она для отрасли вашей? Для электроинструментов особенно. Дело в том, что сегодня 70 практически, опять-таки я в штуку говорю, 70% производства электроинструмента сосредоточено в Китае. Ну, в Китае есть завод Бош, в Китае есть завод Макиты. Более того, что... И качество их не отличается от более традиционных? Совершенно нет. То есть качество... Ну, дело в том, что там топ-менеджеры японцы. А вот как раз у меня вопрос, связанный с тем, что Hitachi делает миллиард долларов. Видимо, мы говорим о разных вещах. То есть есть такое понимание, как бренд-производитель. Вот я говорил, что Бош или Блэки Декер, он делает частично сам, частично заказывает на... Нет, у нас все производства свои абсолютно. Вы говорили о плохом, о низком качестве аккумуляторного инструмента, производимого в Китае. Это делается на собственных заводах. Вопрос, это не низкое качество, это вопрос, если нам нужен инструмент, где соотношение цена-качество будет наиболее выраженным. Ну, по низкому качеству, я неправильно сказал. Более... Нет, вопрос не качество, вопрос назначения. То есть в случае, если, допустим, клиенту нужен инструмент, который заложен меньше ресурсов, не означает, что плохое качество. Просто его технические характеристики не такие высокие, как, допустим, утопов или нет. По-моему, вы тоже заухарите. На самом деле, любым электроинструментом, китайским, да, можно там сделать определенный домашний ремонт. Чтобы понятно, что никому в голову не придет идти им делать профессиональный ремонт. Именно на это они рассчитаны, именно это соотношение цена-качество. Так что зря вы на Китае. Формата... Я, наоборот, я очень люблю Китае. Формата этой программы не хватит, чтобы нам дебатировали по поводу профессионального, любительского и промышленного инструмента. Хорошо. Значит, давайте мы тогда сосредоточимся на более. Значит, я сейчас говорю с Александром по поводу, почему Китае не хочет приходить в Россию в виде собственного производства. Ну, на самом деле, здесь вещь вполне объяснима, то, что мы всего лишь два с половиной года, как официально, пришли на рынок, в общем-то с большим опозданием по сравнению со старыми конкурентами. И поэтому пока что говорить о своем производстве рано в принципе, потому что мы сейчас только-только завершили... Более развернем широко, почему западные производители, иностранные производители не хотят. То есть вопрос, на который уже ответил Сергей, есть какие-то другие... Нет, вы знаете... Просто нестабильность российского рынка. Абсолютно, да. И, я думаю, все-таки вопрос издержек производства. Все-таки нестабильность это раз. Второе, все-таки у нас, как ни странно, но все-таки издержки производства, они, получается, ощутимо выше, чем в той же Азии. Вот здесь я не согласен по одной причине. Вот в марте месяце я был в Англии на заводе у Макита. Средняя зарплата 2000 фунтов. Это где-то 3,5 тысячи долларов. Значит, спокойно, нормально работают. Дело в том, что производительность труда на заводах, допустим, в Англии у японцев, превышает производительность китайских заводов. Потому что я знаю, сколько такой же объем делает китайцев. Полторы-две тысячи человек. То есть в 4-5 раз выше производительность труда. При аналогичной технологии в Англии нежели чем. Значит, в Китае завод Bosch производит 400 человек, 2 миллиона штук. Завод через 500 метров 2 миллиона штук производит полторы тысячи человек. То есть дело в том, что Россия... То есть если в Англии можно производить, почему нельзя в России производить? У нас не 2000 фунтов зарплаты сегодня, пока 500 долларов. Поэтому не факт. Действительно, наверное, нестабильность. Мы рискнули. Мы российские предприниматели. Мы всю жизнь живем, работаем в России. Мы хорошо чуем российский рынок. Мы понимаем тенденции. Поэтому мы рискнули. Мы вот в 2003 году, с 2003 по 2004 год построили завод. Давайте тогда вопрос по-другому повернем. Значит, существует ситуация, при которой российские производители занимают где-то 20% рынка. Западные производители при всем их качестве не хотят строить производство в России. То есть по цене они все-таки, наверное, подороже будут. Хотя вот вопрос качества. Я не профессиональный потребитель электроинструментов. Не могу сказать, насколько их инструменты лучше. Ну, хитач, инструмент мы относим к действительно первой тройке или первой четверке по качеству. Хорошо. В ценовом сегменте где место российских производителей? И возможно ли расширить этот сегмент? Стоит ли в него инвестировать сейчас? Дело в том, что мировая практика показывает, опять-таки по опыту Европы, значит, сегментация потребления определяется классом потребителя. То есть средний класс все больше и больше начинает использовать электроинструмент. Поэтому средний класс более дешевые становятся дороже, более дорогие становятся дешевле. У них дешевле скорее доступнее. Дешевле. Факт в Европе. Бош на порядка на 3-4% снизил официальную дистрибутовскую цену в 2004 году. А дешевые торговые марки DIY, значит, они подросли на 15-20%. То есть потребитель определяет. Для хитачи свой потребитель останется. Это строительная корпорация, значит, компании, газо, там, какие-нибудь, там, перерабатывающие, газострои какие-то, те, которые будут приобретать профессиональный инструмент. Это ту нишу хитачи. А вторая ниша, которую они делают... А сейчас не только хитачи, говори, при всем моем уважении к этому. А это тенденция для всех марок. То есть идет все торговые марки сужается. Сегмент, в котором работают российские производители, он сокращается или увеличивается? Нет, они как раз в середине. И стартовые условия для российского инструмента самые интересные. Возможно ли расширить сейчас этот сегмент? Что для этого нужно? Имеется в виду ценовой? Для того, чтобы расширить ценовой... Возможно ли, скажем так, расширить присутствие российских производителей на этом рынке? Для этого, если нужно расширять тот сегмент, либо работать в других сегментах? Являясь отечественным производителем, скажу честно, очень трудно и тяжело. То есть это достаточно за время перестройки, за время установления, подъема или падения экономики. Мы потеряли кадры абсолютно технические. А инвестиции в этот сегмент, насколько я понимаю, не особо... Сегодня вообще больших вопросов по инвестициям нет, если есть план хороший, если есть рынок, если есть оператор, который работает на этом рынке. Но помимо вашего успеха с заводом Быковой, я уж надеюсь, что это можно считать успехом, можете привести какие-то еще примеры? Ну и жесткий механический завод. Ну, то есть два примера на всю страну? Да. Хорошо, точнее плохо. Это в области электроинструментов. Есть, конечно, другие отрасли. Мы сейчас сегодня говорим об электроинструментах. Александр, давайте тогда вопрос по-другому развернем. А где наиболее сильные стороны иностранных производителей? Как вы собираетесь рынок захватывать дальше? В каких сегментах работать? Ну, на самом деле, еще раз, я буду говорить о профессиональном электроинструменте, в первую очередь, потому что мы здесь затачим свои основные усилия. Конечно же, основные преимущества – это мощная научно-техническая база. То есть вот то, что мы видим, допустим, в случае с, скажем, более, не столь крупными марками и так далее, компании, у них нет, как бы, ну, достаточной базы для того, чтобы произвести какие-то свои разработки. А мы это сразу можно у Сергея спросить? Сергей, действительно ли это так? Совершенно правильно. То есть все основные научно-технические держат технический потенциал в одном центре, и имея там 10 заводов по производству, единый технический. То есть инновации практически не разработались. Нет. К сожалению. Продолжаем. Значит, второй момент – это то, что способность, как бы, сокращать время от концепции, от создания, как бы, того или иного продукта, той или иной модели на бумаге, и до окончательного, как бы, запуска производства, то же самое. Как бы, шансы на успех имеют только крупные компании, которые имеют именно вот это ноу-хау, то есть сокращать это время минимально и, таким образом, очень быстро обновлять модельный ряд, и, таким образом, очень чутко реагировать на все... А простите вас, китайцы тоже вкладываются в инновации сейчас? Не сказал, да. Я могу сказать, зная хорошо китайских производителей, значит, китайцы достаточно сильно инвестируют именно в научно-технический потенциал работников. Вот пример. Завод, производящий электроинструменты. Значит, средняя заработная плата у рабочих – 180 долларов, у инженеров – 2000 долларов. Те инженеры, которые в 3D-модели проектируют изделия, у них зарплата в 10 раз выше. Ну хорошо, вноватые именно в передовые те решения вкладываются? Ну вот, вкладывают мозги, а, соответственно, эти мозги делают уже и технические решения. Я не совсем согласен. В принципе, вот как говорят, что если, допустим, там в России думают на день вперед, то как вот китайцы, они вообще думают на... На день назад? На 10 минут вперед. Все, все, что-то дальше их не интересует, поэтому... А почему 7% рынка мирового делают китайцы? Ну, они воспроизводят существующие технологии, но они никогда не будут... Дело в том, что я все-таки еще являюсь инженером по образованию и работал главным инженером завода, производящего электроинструменты. Я прекрасно представляю, что такое производство. Я вижу класс инженеров китайских по отношению к... Я понимаю, у китайцев, у японцев выше технический уровень пока. Но дело в том, что сейчас идет достаточно быстрый, ну, интеллектуальный подъем китайцев именно в этой области. И проектирование изделий, если раньше у нас, в России, на наших предприятиях занимало 2-3 года, то 2-3 месяца у китайцев с подготовкой производства. Дело в том, что электроинструмент... Достаточно взять умного инженера и вам поставят на долгую... Александр, я вам могу сказать, вы, может быть, мы немножко опять-таки на разных исхагах, вы говорите о перфораторах, что является суперсложным изделием, то есть это оценивается по сложности, потому что там вакуум-коррессионные механизмы и так далее, и так далее. Или говорим о дрели, где две шестеренки и двигатели. Там особо химноваций-то и... Вот я про это говорю, что о таких изделиях, как рубанок, дрель, пила и так далее, и так далее, где две шестеренки... Рубанок и электроинструменты. Да, электроинструменты. Да, электроинструменты. Вот. Да, есть класс перфораторов, безусловно. Это сложнейшая машина, которая требует такого мощного потенциала. То есть частотой, в которой наша передача упоминается Китай, ее пора переименовывать в китайский бизнес. Тем не менее, продолжим. Все-таки, где сильные места и стратегии развития хотя бы вашей компании на отечественном рынке? Ну, опять же, нужно говорить о преимуществах крупных компаний, того, что оно достаточно как бы... Но два преимущества мы уже услышали. Тем не менее, вы собираетесь же как-то увеличить свою долю на рынке присутствия? Да, абсолютно. Сергей утверждает, что вы недостаточно представлены на российском рынке. Так вот, ваша стратегия выживания и продвижения... Ну, во-первых, я не согласен, что мы недостаточно представлены, как я уже сказал. Мало времени, я и сказал. Два года. Хорошо, занимаем уверенность. Вы же собираетесь уверенно закрепляться на российском рынке? Да, значит, здесь ключ какой. Первое, это то, что, да, сильный бренд. Мы всячески будем продолжать вкладывать деньги в его продвижение. В том, что четко ассоциировалось понятие хитачи. Это значит инновация, это значит надежный инструмент и так далее. Второе, это то, что, конечно же, мы вкладываемся в дистрибуцию. Здесь понятно, что мы наращиваем количество нашего персонала, который работает, представительство которого уже непосредственно вызывает дистрибуцию, непосредственно общается с дилерами и так далее. Ну и третий, конечно, очень важный момент, это сервис. Нужно, кстати, очень много говорить об этом, потому что это, в общем-то, важная тенденция рынка. То, что сейчас все более и более востребованным, становится очень четкая организация сервисов. Это, в общем-то, относится не только к рынковым инструментам. Скажите, пожалуйста, тогда ответьте на такой вопрос, насколько российские, производители, Сергей, только не вставляйте, пожалуйста, сейчас, дайте сначала Александру высказаться. Не могу. Насколько, я вас очень прошу, минуту хотя бы, насколько отечественные производители способны развивать фирменную сервисную сеть? Опять же, вопрос денег. То есть, если есть крупная структура, типа Интерскол. Существует у Интерскол фирменная структура? Я честно могу догадываться. Наверное, на базе существующих сервисных центров какие-то договора и так далее. Но, опять же, крупных западных существует уже. Не достаточно развитая, но существует. Да, 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 существует. В случае, допустим, с Интерсколом, я думаю, да, существует эта сеть. Спасибо. Я честно, Витя, я держу слово. Значит, в отношении сервиса действительно согласен. Одна из... Это интересное, присуще только российскому рынку. Если говорить в Европе, я был в сервисном центре на ЕГЭ, значит, у них один сервисный центр на всю Европу по ЕГЭ. Значит, у нас сегодня порядка 124 сервисных центра. С кем у нас заключены договора. И, соответственно, уже примерно 0,5-0,6% оборота идет запчастей. То есть, мы за это время продали свыше 5 миллионов штук. У вас сколько штук? 70 сервисных центров у нас по России. Вот. Поэтому нас подбивает почему? Потому что мы в количестве, опять-таки, мы почему говорили, я говорю, в количестве. Мы продали порядка 5 миллионов штук за это время под брендом Интерскол. И, соответственно, сейчас все эти вещи возвращаются в ремонт. Потому что есть определенный ресурс работы. Там 300-400 часов машинка работает, надо ее ремонтировать. Еще один вопрос, который, на самом деле, был бы, наверное, разумнее задать Сергею, но задам обоим. Как вам кажется, российская политика, государственная политика в отношении этой отрасли бизнеса, является ли она разумной? Надо ли мне что-то менять? Я имею в виду и налогообложения, и другие законы, и подзаконные акты. Ну, понятно. Свои колокольни, конечно же, выскажусь за то, чтобы вот эти пошлины, которые приходится платить при ввозе электроинструмента, желательно их, конечно, снижать. Свои колокольни, это со стороны вашей колокольни российского гражданина или колокольни японской фирмы? Наших дистрибьюторов. Поскольку мы не занимаемся сейчас непосредственно прямым импортом, то есть функцию завоза и последующего распространения, продажи, обслуживания инструмента, этим занимаются наши импортеры. Поэтому, конечно же, интересно в плане повышения конкурентоспособности, чтобы пошлины, которые они платят, были меньше. У меня позиция нет. Наоборот, за той середины. Я думаю, что конкуренция должна быть. Иначе, вот, например, с автовазом, какой был, значит, делали-делали, легатировали-легатировали, в итоге у нас автопрома нет. Поэтому мы, как волки, российские производители, должны жить все время, понимать, что вот с этой стороны задавится, с этой стороны... Если вы хотите стать какие-нибудь запретительные пошлины, то это уронит, допустим, в целом, но не поможет отечественному производителю. Это расслабит всех производителей и соответствующий образом... Сидите, будут ровно в двух словах, потому что передача под концу, простите, прогноз на развитие рынка в этом году. И ваш, и... Ну, только в двух словах. Значит, по тенденции последнего двух лет стагнация рынка. С минимальным падением, 2-3%. Спасибо. Очень интересно, потому что, на самом деле, мои прогнозы, то, что у нас в профессиональном, опять же, сегменте будет, скорее всего, рост порядка 12-14%. У вас, у Хитачи? Нет, вообще, в целом. На этой передаче подошла к отцу, доспорите потом. Ну, что я могу сказать? Мнения разошлись. Стагнация рынка, по мнению Сергея, и 12-13% роста, по мнению западных производителей. При этом аналитики предсказывают иногда рост до 20-25%. Истина, как обычно, режет посередине. Я лично думаю, что где-нибудь в пределах 10% будет рост. Напомню, что в студии у нас были Александр Андреев, директор по маркетингу, представительство компании Хитачи Пауэр Тулс, Сергей Назаров, председатель управления компании Интерскол, а также я, Игорь Виттер. Традиционно, всего вам доброго, до завтра и удачи в делах. Ну, вот вы от лица РБК сказали... И я должен поблагодарить компанию AS2, а также всех присутствующих в зале гостей, которые работают с нашей компанией, которые помогли нашей компании в течение этого года. Я надеюсь, что к следующему юбилею, 15-летию истории компании AS2, я искренне надеюсь приехать на этот юбилей также с двумя мечами Катана. Последствия нашего стада. Конечно, как бы, слушайте, когда мы сами получим, у нас цена получается несколько высоковата, потому что мы платим по полной программе все эти налоги, пошли и так далее. Но, тем не менее, все-таки это, как бы, первый год, первый опыт, и уже на следующий год мы постарались добиться более интересных цен производителей. Я думаю, что следующий год будет намного интереснее в плане гензотехники, в плане закупок, продаж от непосредственно китайцев. И по этой номинации у нас три компании, причем отдельно, нужно сказать, по компании из Троснодара, это компания «Газтехника». При том, что, в общем-то, казалось бы, не Москва, не Питер, но, тем не менее, не очень мощно. Мы на этот год сделали по «Дефензо Косом», и замечательный пример того, что, действительно, даже, компания, может быть, относительно небольшая, по нашим московским меркам, но замечательный, может сделать результат, и мы строим большие планы на следующий год. И я, как бы, может быть, даже превращаю к тому, что есть замечательная возможность у нас, уже сегодня, в этот поезд как раз, директор компании может пообщаться с ним, именно вот на эту тему, а что такое медсахозыки и дальше, стоит ли не их продавать, что это за бизнес и так далее. Зачем нужно об этом говорить? Какое уеберство, я думаю, килограмм 16. Здравствуйте, меня зовут Александр Андреев, я директор по маркетингу компании «Хайкоки Пауэр Туз Россия». Я считаю, что из всего множества моделей, из нашего ассортимента моделей с бесщеточными сетевыми моторами, наиболее важными для нас и наиболее интересными для конечного потребителя являются углошлифовальные машины. Почему? Во-первых, это большой рынок. И в этом плане «Хайкоки Пауэр Туз» имеет очень широкий, исчерпывающий ассортимент надежных и долговечных моделей. В их числе модели с уникальными технологиями. Например, модели с цельнометаллическим алюминиевым корпусом. И, конечно же, модели с бесщеточными сетевыми моторами. Во-вторых, именно «Хайкоки Пауэр Туз» были первыми, кто вывел на рынок коммерчески успешный ассортимент бесщеточных сетевых моделей. Преимущества данных технологий явные и значительные. Мы лидер в этих технологиях, и не случайно цифра 1 присутствует в нашем логотипе. В-третьих, эргономика и комфорт. Это традиционные преимущества инструмента «Хайкоки». В случае с инструментом, оснащенным бесщеточными сетевыми моторами, эти преимущества становятся недосягаемы для наших конкурентов, у которых просто нет таких технологий. Мы – японская компания с более чем 70-летней историей успешного создания и производства электроинструмента. Угло-шлифовальные машины «Хайкоки» – это лучшее, что есть на рынке.